Слава Украине! Привет всем от Полонского! На фоне полнейшей международной изоляции так называемой России их предводитель Верховный Пуило едет сегодня в Северную Корею ну куда же еще облизывать ботинки дядюшке Киму точнее дядюшке Атоси а в Северной Корее блистательный товарищ Ким Чунын да? Путин едет ему облизывать ботинки а потом попрется во Вьетнам, клянчить что-то во Вьетнаме ну давайте разберемся сначала Северной Корее, что ему там нужно значит прежде всего Путин и путинская Россия не в состоянии поддерживать тот уровень военного производства который им нужно для того, чтобы хотя бы сохранить какой-то статус-кво на войне в Украине и Путин едет клянчить оружие у Кима единственная проблема в том, что Ким конечно продаст, это не вопрос но тут ключевое слово продаст и ключевое слово цена потому что на Кима там где сядешь, там ровно и слезешь и чем будет расплачиваться Путин, тут еще хороший вопрос денег уже особо нет, но держаться надо единственное, что есть, это территории то есть мы уже видим, как вот он отписал Китаю, там конец Дальнего Востока да, не мргнув глазом, отдам как ее там называют туманную реку у нее даже есть какое-то еще одно название не суть важно и все же там за ней, я чувствую, там оно уплыло в Китай уже аккуратно вполне возможно, что Ким тоже возьмет территориями если у Путина нет денег тем более, что по всей видимости речь пойдет о том, что на Дальний Восток будут завозить огромное количество северокорейских рабочих дело в том, что мужичков, которые жили там Путин повыбил на войне в Украине они то ли вообще уничтожены то ли, ну, доведены до состояния знаете, без ручек, без ножек без каких-то жизненно важных функций которые необходимы для продолжения руда то есть он их физически всех вывел под ноль а женщины остались вот, а у Кима, как и у дядюшки очень много женихов женихов для этих невест вот, которых, значит, Путина счастливил вот, сейчас пойдет речь о том также, что Северная Корея массово будет завозить туда своих рабочих, которые там будут заводить семьи с свободными невестами Путина и, собственно говоря, вот это потихонечку Ким Чан Нэн будет забирать себе вот эту территорию, куда будет точечно, массово завозить своих рабочих так что, видите, Путин сливает территорию я об этом вчера ролик записывал не только Китаю, но еще и Северной Кореи вот так вот будет дальше Ким захочет у России получить продовольствие но это очень интересно потому что сама Россия осталась без третьей части урожая ведь мы помним прекрасно, что заморозки и наводнения коснулись не только там, скажем, уральского региона где, ну, такой себе урожай и самые главные житницы у них это Краснодарский край, Ставропольский край Ростовская область, Воронежская область вот это вот все место где большие урожаи, откуда действительно было много того же зерна много овощей, много фруктов вот, это все очень сильно либо уничтожено, либо частично повреждено а Киму нужны продукты у Кима постоянная голодуха народ кушает зеленую, сочную траву но кроме нее же иногда надо хотя бы там один помидор в две недели сожрать иначе вообще ЦНГА одолеет вот, и он будет требовать у Путина продукты то есть Путину он будет поставлять за огромные деньги снаряды уже поставляет за огромные деньги оставляя Путина без штанов снаряды, ракеты и так далее а по бросовым ценам будет у Путина требовать продукты соответственно создавая голод или, ну, к минимуму не голод дефицит продуктов на России сразу же пойдет скачок цен у них нет сейчас продуктов которые они могут взять и вот так вот отдать Киму как раньше было, да поскольку урожай частично поврежден либо уничтожен соответственно передавая Киму продукты в обмен на это же еще один цирк это бартер, да бартер как там, не знаю, в 17 веке или в начале 90-х помните, да, получается ты мне, я тебе вот, но не деньги а продукцию соответственно Ким свою оценит максимально а путинские продукты оценит в 3 копейки и будет, как говорится ухудшать ситуацию и без того нехорошую на этот год с продуктами на России вот так вот так что добавив к этому еще и ввоз северокорейских рабочих на России вообще получается красота знаете, Дальний Восток я думал, что вот скажем так что Дальний Восток отвалится от России в каком-то таком ну среднесрочном варианте но судя по всему все произойдет гораздо быстрее в более ураганном темпе и в раздеребанивании российского Дальнего Востока примет не только участие Китай но как мы видим прекрасный и блестательный товарищ Ким Чен ну а потом Путин поедет в Вьетнам там ситуация какая практически очень малое количество стран которые согласны хоть что-то продавать на Россию или как-то с ней сотрудничать вот Вьетнам вроде да вроде нет но Вьетнам балансирует тоже там санкции США он боится вторичных санкций сейчас все прекрасно видят, что это все может плохо обернуться видите, китайские банки передумали работать с Россией думают, что может будут каким-то образом работать вьетнамские банки и каким-то образом может не знаю они хотят по Вьетнаму на вьетнамские деньги какой-то расчет делать но еще раз говорю Вьетнам тоже очень сильно вовлечен в торгов в мировую торговлю и скажем так рисковать ради России ради России которая занимает сколько там 2% в торговом обороте Вьетнама 98% ну будет только идиот я не думаю что вьетнамские лидеры идиоты ради какой-то там идеологии призрачной тем паче что Путин с их точки зрения точно такой же ренегат он вор шантажист мошенник и с точки зрения вьетнамцев он к коммунистам никак не относится поскольку он скорее к феодалам к феодальному крепостническому устрою относится вот то есть из идеологических соображений помогать Путину тоже никто не будет но тем не менее знаете утопающий хватается за Соломинку а Путин едет то в Северную Корею то во Вьетнам а Путин